Перед початком узнагороджения для молодых удельников церемонии невеликая экскурсия по областным музеям военной славы. Все лето означается 75-ю годзе початку Великой Айчины, але и простаки час, интерес да и ей не сменьшается. Сегодня практически у каждой семьи заховываются речи, як напомин обродных, які измагалися на фронтах. Сколько это стоило, мы все знаем, сколько это обошлось нам, наверное, в бывшем Советском Союзе. Не осталось ни одной семьи, где бы кто-то не пострадал. Могу даже про себя сказать, что в моей семье, включая мою жену, с войны не вернулось, просто вдуматься. Вот одна семья, 27 человек не вернулось. И сколько таких семей у нас было? Михаил Рыжков – человек на Гомельщине ведомый. Об его боевым шляху нагадывают два ордена червоной зорки – орден Великой Айчины и медалей. Але, як высветлилася одну з заслуженных узнагород, ветеран у свой час не отримал. Михаил Рыжков каже, вельми задоволенный, что цеперное го кителе з'явится медаль «За адвагу», яким у 46-м его узнагородзеу президиум Верховного Совета СССР. Тем больше, что это факт – еще одно подтверждение. О будильниках войны – сучасное поколение памятное. Для ветерану это вельми важно. И меня, как участника войны, всегда сердце щемит, что мы, участники Великой Отечественной войны, сейчас находимся так же, как в бою. Уходят люди из жизни. И он уйдет, свидетель битвы грозной, с букетом роз, фиалок полевых. Запоминайте их, пока не поздно, пока они живут среди живых. На переддне Дня Перамоги орденскую книжку своего батьки отрымал и сын Исаия Новикова, який загинул уже не вне 41-го. У листопаде того ж года загадом, командующего Заходним фронтом, и он был узнагороджен боевым орденом червоного стяга.